С нашей стороны требуется, чтобы сказанное речение Господа Иисусе Христе и прочее умом в себе утесняющимся непрестанно было изрекаемо в сокровенностях его так, чтобы при этом он не уклонялся ни в какие сторонние мечтания. Которые сие святое и преславное имя непрестанно содержат мысленно во глубине сердца своего, те могут видеть и в свет ума своего, ясность мысли или определенное сознание всех внутренних движений. И еще, сие дивное имя, будучи с напряженной заботливостью, содержима мыслью, очень ощутительно попаляет всякую скверну, появляющуюся в душе, ибо Бог наш есть огонь, поедающий всякое зло, как говорит апостол. Отсюда, наконец, Господь приводит душу в великое возлюбление славы своей, ибо преславное то и многовожделенное имя, укосневая через памятование о нем ума в теплом сердце, порождает в нас навык любить благостыние его беспрепятственно, потому что нечему уже тогда полагать тому препону. И сие-то есть бисер тот многоценный, который стеживают, продав все свое имение с неизреченной радостью об обретении его. Иная есть радость сначала вводная, иная завершительная. Та не причастна мечтания о себе, а эта сильно смиренно мудрием, сильна. Посреди же их печаль боголюбивая и неболезненная пить плачь. Ибо во множестве мудрости множество разума, и приложивый разум, приложит печаль. Всего ради надежит прежде начало вводной радостью призвать душу к подвигам, потом предать ее обличению и искушении истины и Духа Святого, как о прежде содеянных грехах, так и о содеваемых еще поползновениях самозабвения. В обличениях же о беззаконии наказал человека и истаял, как паучину, душу его. Псалом 38, 12. Что после того, как обличение Божие искусит ее, как в горниле, она восприяла действование мечтательной радости в теплом памятовании о Боге. Когда душа возмущается гневом или отягчается многоедением или сильной печалью омрачается, тогда ум не может держать памятование о Боге, хотя бы и понуждаем был к тому как-нибудь. Ибо весь, будучи омрачен лютостью из их страстей, бывает он тогда совершенно чушь собственного чувства. Почему желание не имеет где наложить свою печать, чтобы через то ум мог носить незабвенным и неизменным вид богомыслия, так как тогда память его огрубевает по причине суровства страстей? Когда же она бывает свободна от таких возмущений, тогда если иногда и успеет забвение на мгновение украсть мысль о возлюбленном Господе? Ум, восприяв свою энергию и живость, точас опять жаром емлется за многовожделенную ту и спасительную ловитву. Ибо тогда сама благодать из богомысливствует душе и совзывает Господь Иисусе Христе. Подобно тому, как мать, уча дитя свое многократно, повторяет вместе с ним имя «Отец», пока не доведет его до навыка, вместо всякого другого подсильного дитяти слова ясно произносить «Отец» и «Во сне». Поэтому апостол говорит, что сам Дух способствует нам в немощах наших. О чем молиться, как подобает, не знаем, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Ибо так как мы младенчествуем перед совершенством сей молитвенной добродетели, то всеконечно имеем нужду в его помощи, чтобы, когда неизреченная его сладость обымет и усладит все наши помыслы, мы всем расположением подвиглись памятовать о Боге и Отце нашем и любить Его. Почему, как тот же дивный Павел говорит о нем, вопием авва очи, когда им, благо настрояем и бываем, призывать Бога Отца. Гнев больше всех других страстей обыкновенно стревоживает и в смятение приводит душу. Но есть случаи, когда он крайне для ней полезен. Так, когда не смущенно гневаемся на нечествующих или другим каким образом бесстудствующих, да спасутся, или по крайней мере устыдятся, тогда душе нашей доставляем то же, что кротость. Потому что в таковом случае всячески спас пешистым целям Божьей правды и благости. Даже когда поднимается в душе женолюбивое движение, тогда, разгневавшись посильнее на этот грех, отрезляем нередко душу и придаем ей мужескую силу противостоять ему. А что, находясь в крайнем расстройстве духа, можем мы, запретив гневно самому духу Расстроителю, возвышаться мудрованием даже над ужасами, которыми хвалится подавлять нас смерть. В этом не должно сомневаться, что, желая показать нам, Господь при воскрешении Лазаря сначала запретил в духе аду и ободрил себя, и потом уже несметенно, волею, как и всегда делал все, что не делал, возвратил телу Лазареву душу. Та, что, как мне кажется, целомудренный гнев, дан естеству нашему, создавшим нас Богом, более как орудие правды. Если бы Ева воспользовалась им против змея, то не подпала бы пагубному действию страстного того похотения. Почему, полагая, что пользующийся целомудро гневом по ревности к благочестию, более одобрительным окажется на весах праведного воздаяния, нежели тот, кто по неподвижности ума никогда не подвигается на гнев, Так как у этого и его правитель человеческих мыслей и чувств остается необученным, а тот, на конях добродетели восседя, всегда в борьбе пребывает и носится среди полчищ бесовских, непрестанно обучая страхи Божьим четвероконницу воздержания, которую Священное Писание назвало колесницей Израилевую, как находим в описании «Взятие на небо Божественного Ильи». Иудеев, первых Бог много раз лично обучал четырем добродетелям, почему и взят был на небо таковой и таликий питомец мудрости, мужества, правды и воздержания, конями имея, как мне кажется, эти добродетели свои, когда взял его дух в веяние огня. С подобившейся святого ведения и вкусившей сладости Божией не тягаться никогда не должен, когда кто на него жалобу подает, не сам поднимать против кого тяжбу, хотя бы кто стянул с него одежду, в которую одет. Ибо правда властей века сего ниже правды Божией, или лучше, она ничто перед правдой Божией, да и какое различие между чадами Божьими и людьми века сего, если не то, что правда этих последних не идет в сравнение с правдой тех первых. Почему и называется-то правдою человеческою, а это правдой Божией? Так и Господь наш, будучи укоряем, не укорял и страдая, не угрожал, а напротив не только снятие одежды перенес в молчание, но что несравненно выше молился Отцу о спасении злодейски действовавших против Него. Люди же мира не перестанут тягать, пока с лихвой не получат искомого тех, с которыми тягаются, особенно когда ищут роста на долг. Так что их правда бывает часто началом великой неправды. Слышал я, как некие благочестивые говорят, что не должно всякому позволять расхищать то, что имеем для своего содержания и для упокоения бедных, чтобы, снисходя такому злу, не сделаться нам виновными во грехе обижающих нас, и особенно когда терпим это от христиан. Но так поступать не что другое есть, как желать спасать больше свое, чем себя самих. Ибо если я, оставя молитву и внимание в своем сердце, начну искать суда, набидевших меня, и корпеть все них судилищ, то явно, что для меня искомое гораздо дороже собственного моего спасения, чтобы не сказать и самой спасительной заповеди. И как явлюсь я последователем евангельской заповеди, повелевающей мне, и от берущего у тебя не требую назад, если, по слову апостольскому, не стану с радостью принимать разграбление имений своих, когда она, заповедь, и того, кто по суду обратно получает, в чем насилован, не освобождает от греха лихоимания, тленные, временные или тленными о тленных вещах производимые судилища, не могут отменить нетленного Божия суда, и виновный тем законом удовлетворять должен, которым подлежит его дело, и по которым ему следует защищаться. Доброе же дело претерпевать насилие от хотящих, а не правдовать нас, и молиться о них, чтобы ради их покаяния, а не ради возвращения именам того, что они у нас похитили. Отпущено было им при грешении лихоимства, ибо правда Божия хочет, чтобы мы самого лихоимца, а не о лихоимствованное им, некогда приялись свободным от греха через покаяние. 65. Очень пригодно и более всего душеполезно, познав истинный путь благочестия, в тотчас все свое распродать и раздать полученное от того нищим по заповеди Господа, и не попускать себе под видом желания всегда иметь возможность исполнять заповедь о помогании бедным, прислушать сие спасительное повеление о раздаянии за раз всего. От этого будет у нас, во-первых, доброе беспопечение, а отсюда потом не подлежащая наветам нищета, которая сама горнее мудрствует, и другим не подает повода к неправым искам на нас, когда у нас ничего уже не будет. Чем мог бы воспламенять огонь лихоимания у лихоимцев? Согреет же нас тогда более всех других добродетелей, смиренно мудрее, и в своих недрах упокоит, как нагих, подобно тому, как мать, взяв на руки дитя свое, упокоивает и согревает его в объятиях своих, когда оно по младенческой простоте своей, скинув одеяние свое, далеко отбрасывает его от себя по великому незлобию своему, находя более для себя приятной наготу, чем пестротную красоту одеяния своего. Ибо сказано, хранит младенцев Господь, смирился и спас меня. Салом 114, 5 Господь требует от нас отчета в милостыне, подаянии, поскольку кто имеет, а не поскольку чего не имеет. Посему, если я в страхе Божием, с горячим благорасположением, покорствуя по велению Господа, все, что имел бы раздавать многие годы, раздам в короткое время, в чем еще буду укоряем, когда уже ничего не имею. Но скажет кто, если все раздадим, откуда же потом будут получать милостыни бедные, которые теперь кормятся от наших посильных подаяний. Таковому вот какой приличен урок. Не дерзай нечто укорное для Бога, примышляй для прикрытия своего любоимания. Не скуди эту Бога способу попечительно благостроять создание свое, как делалось ей от начала. И прежде чем этот или тот были возбуждены к милостыни подаяния, оставались ли бедные без пищи или одежды, будь же уверен, что гораздо лучше точно по познанию истины благостно истратить все на послужение бедным, отринув внушаемое пристрастием к богатству неразумное мудрование и горделивость, и возненавидев свои похотения, что и значит возненавидеть душу свою, чтобы потом, не имея уже повода врадоваться в самовосхвалении, постоянному раздавании имений, унижали мы себя, как ничего доброго не делающие, ибо пока изобилуем богатством, много услаждаемся раздаянием его, когда бывает на то охота, как с радостью исполняющие божественное повеление. Когда же истратим все, исполняем и бываем смиренными и сокрушенными чувствами, как ничего праведного не творящие. Вследствие этого душа в великом смирении возвращается в себя, чтобы чего не может уже стяжевать каждодневным милостыни раздаянием, того сподобляйте прилежно молитву и терпением, и смиренно мудрием, ибо сказано, «Нищие у боги восхвалит имя Твое Господи». К тому же и дар богословствования никому не уготавляется от Бога, кроме тех, которые наперед располагают себя от всего своего, отречься ради славы Евангелия Божия, чтобы в боголюбезной нищете благовествовать о богатстве Царствия Божия. Это дает разуметь, сказавши, «Уготовал благостью Твоей нищему Божию, и присовкупивший к этому Господь даст глагол благовествующему силой многою». Все дары Бога нашего добрые, весьма и все благоподательны, но ни один из них так не воспламеняет и не подвигает сердце к возлюблению его благости, как богословствование, ибо оно, будучи первейшим порождением благости Божией, первейшие дары подает душе. Во-первых, оно располагает нас с радостью презирать всякие приятные утехи житейские, так как в нем мы имеем вместо приходящих утех неизреченное богатство словес Божиих, а потом оно огненным неким изменением ум наш озаряет и через то делает его общником служебных духов. Достодожно же, приготовившись, возлюбленные, потечем к этой добродетели благолепной, всезрительной, всякое попечение земное посекающее, к озарению света неизреченного ум, питающей словесами Божиими. И чтобы не говорить много, словесную разумную душу к нераздельному общению с Богом, словом, благоустрояющей через святых пророков. Да и в душах человеков, о дивное чудо, устроив богогласные песни, сия божественная невеста-водительница поет громко величая величие Божие. Ум наш, большей частью, мало расположен бывает к молитве по причине утеснения его и ограничения молитвенной добродетелью. В богословствование же он охотнее вдается по причине простора и неограничения божественных созерцаний. И так, чтобы не давать хода его свободному в себе разлагольствованию и не поблажать его охоте безмерно предаваться выспренним парением, будем упражняться наиболее в молитве, псалмопении, чтении и писании, не презирая притомы и толкования любомудрых мужей, которых словеса преисполнены истинным ведением веры. Действуя так, мы не только не дадим ему свои речения примешивать к благодатным словесам, и не попустим ему, увлекаясь тщеславием, рассеиваться в парениях под действием самодовольства и слово охотливости, но и научимся сохранять его безмечтанным во время созерцания, и все почти помышления его сделаем слезоточными, упокоиваясь в себе в часы безмолвия, наиболее же упоиваясь сладостями молитвы. Он не только делается свободным от указанных перед этим страстных движений, наиболее обновляясь силы восприемлить легко и беструдно, пребывать в божественных созерцаниях, преуспевая вместе с темой в зрячем рассуждении, в практической мудрости, с великим смирением. Ведать, впрочем, подобает, что молитва выше всякой широты созерцаний. Сама же она свойственна только тем, которые во всяком чувстве и извещении преисполнены святою благодатью. Благодать вначале обыкновенно озаряет душу своим светом, с сильным того ощущением, а когда успехи в духовно-христианской жизни подвинутся вперед, тогда она, в большей части, неведомая для боголюбивой души своей, совершает в ней таинство, чтобы после того, по умиротворении души, ввести нас в радование и на стезю божественных созерцаний, как будто бы мы только что призываемы были из неведения в ведение, посреди же подвигов об умирении души от страстей, блюсти наш помысл нечиславным. Подобает нам в меру быть ввергаемыми в печаль, как бы мы были оставлены благодатью, да более смиримся и научимся покорствовать Господним о нас определением, а потом благовременно входить в радость, благое окрыляясь надеждою, ибо как безмерная печаль вводит душу в нечаяние и безнадежие, так и чрезмерная радость приводит ее к самомнению и течению. Говорю о младенствующих еще жизнью и разумом. Между просвещением благодати и оставлением середина – искушение, а между печалью и радостью середина – надежда. Ибо говорится, терпя потерпев Господа, и услышал меня, Солом 39.2, и еще по множеству болезней моих утешения Твои возвеселили душу мою. 93.19. 70. Коль души вредно многословие и благотворно молчание. Как двери в бане, часто отворяемые, скоро выпускают внутреннюю теплоту вовне, так и душа, когда много кто говорит, хотя бы говорил все хорошее, испускает память свою, сознательное стояние, строй и духовных вещей, словесную дверью. От этого ум лишается, наконец, чистейших помышлений и по беспорядочному наплыву помыслов сметенную ведет речь к прилучившимся. В таком случае он не имеет уже Духа Святого, хранящего нашу мысль в немечтании, ибо этот Дух благий, как чуждый всякого мятежа и мечтания, бегает в многословие. Молчание же, напротив, благотворно, будучи матерью премудрых помышлений. Само слово «ведение» научает нас, что вначале на боголюбивую душу, вступившую на путь богоугождения, многие толпою нападают в страсти, особенно же гнев и ненависть. Подвергается же она этому не столько по действию злых духов, сколько по порядку преуспеяния ее в духовной жизни. Ибо пока душа мирским водится мудрованием, да то ли хотя и видит правду, как-нибудь попираемую иными, равнодушную к тому остается. Ибо занята, будучи вся, своими похотениями, а правде Божией не имеет попечения. Когда же она начнет быть выше своих страстей и похотей, тогда и по отрешению от настоящих вещей, по любви к Богу, она не может уже равнодушно видеть даже во сне правду Божию оставляемую. Но гневается и возмущается на злотворцев, пока не увидит этих самых оскорбителей правды, защищающими ее достоинство по действию благочестивого помысла, пришедший в страх Божий и покаявшись. Таким образом, она, естественно, неправедных ненавидит, а праведных крепко любит, потому что око души не бывает окрадаемо, увлекаемо на неправое воззрение. Когда и ее завеса, тело, бывает утончена крайним воздержанием. Впрочем, гораздо лучше оплакивать нечувствия неправедных, чем ненавидеть их, ибо хотя они и достойны ненависти, но слово истины не одобряет, чтобы боголюбивая душа была возмущаема ненавистью, потому что когда в душе ненависть, истинное ведение бездейственно. Ум богословский, самыми словесами Божиими, услаждаемый в душе и полимый, достигает своих мер бесстрастия в достаточной широте, ибо словеса Господни, как говорится, слова, чистое, серебро, расплавленное, испытанное в земле, а ум знательный, утверждаясь на испытании благодатным воздействием, бывает выше страстей, вкушает и богослов опыта знательного, если смиреннейшее, воздворяет, водворит в себе расположение, причащается, и знатель в некой мере созерцательный добродетели, если непогрешительный, имеет рассудительную часть души, ибо оба эти дарования не случается каждому стяжать в совершенстве, чтобы каждый из имеющих одно из них, деясь тому, чем превосходит его другой, преуспевал в смиренномудрии, с ревностью оправданной жизни, почему апостолы говорят, одному духом дается слово премудрости, иному слово разума, тем же духом. Когда душа естественными своими изобилует плодами, тогда велегласнейший совершает и псалмопение свое, и бывает расположено молиться наиболее гласом. Когда же она воздействием и бывает духом святым, тогда со всей ее отрадой и сладостью поет и молится в одном сердце. За первым настроением следует радость мечтательная от самодовольства, а за вторым слеза духовная, а потом радование некое, безмолвие, любивое, ибо память при удержании гласа пребывает теплую, настраивает сердце производить слезотворные некие в себя углубляющие помышления. В этом воистину можно видеть семена молитвы, со слезами, радостно однако же сеемые на земле сердца, в верной надежде обильной жатвы. Впрочем, когда бываем подавляемы большей печалью, тогда надо немного, кроме громче, совершать свое псалмопение, радости, надежды, подавляя скорбные вопли души, пока это тяжелое облако печали не развеется ветром псаломской мелодии. Когда душа приедет в познание себя самой, тогда она из себя самой износит теплоту, некое и стыдение боголюбивое, ибо не будучи возмущаема заботами житейскими, она любовь некую к Богу отражает из себя в мире, соразмерно взыскуя Бога мира. Но это памятование о Боге взыскуемом скоро рассеивается, или потому что впечатление чувств окрадает эту память, или потому что естество паскудости своей скоро издевает свое собственное добро. Почему еленские мудрецы, чего хотели достигнуть через воздержание, того не имели, как должно, потому что ум их не был воздействуем от вечной и всей истинной премудрости. Духом же святым подаваемая сердцу боголюбивая теплота, во-первых, мирна вся и непристающая. Потом она вся, все части души призывает к возлюблению Бога и вовне сердца не порывается. Но сама собой всего человека обвеселяет любовью некой безмерной и радостью. Ее-то достигнуть и должны стараться те, которые познали ее. Ибо естественная любовь есть признак того, что естество как бы здравствует через воздержание. Но она не может возвесть ума в бесстрастие, как делает любовь духовная, благодатная. 75. Как окружающий нас воздух, когда дует северный ветер, бывает чист по причине тонкости некой и освежающего действия этого ветра. А когда дует ветер южный, тогда он как бы сгущается по причине какого-то отяжеления его от этого ветра. Из своих ему стран износящего и на всю вселенную носящего некий сухой туман. Так и душа, когда приемлет воздействие от веяния истинного и святого духа, тогда вся бывает вне бесовского омрачения. А когда сильно обвивается духом прелести, тогда вся покрывается облаками греха. И так надлежит нам всегда свое стремление всеусильно обращать к очистительному и животворному веянию духа святого. То есть к тому духу, которого пророк Иезекииль во свете ведения видел грядущим с севера, чтобы всегда чисто и пребывала наиболее созерцательная часть души нашей. И мы сподоблялись неленостно входить в божественное видение, в воздухе света зрять то, что во свете. Это и есть свет истинного ведения. Некоторые придумали, будто благодать и грех, то есть дух истины, дух прелести, вместе укрываются в уме крещаемых. Почему, говорят, одно лицо призывает ум к добру, а другое к противному тому? Я же из божественных писаний и из самого чувства опытно ума постиг, что прежде крещения благодать совне направляет душу на добро, а сатана гнездится в самых глубинах ее, покушаясь преграждать уму все правые исходы. С того же часа, как возрождаемся в крещении, бес бывает вне, а благодать внутри. Почему и находим, что как древле господство вам душой прелесть, так по крещении господствует над ней истина. Действует после чего и сатана на душу, как и прежде, а нередко даже горше того, но никак соприсущей благодати да не будет, а дымя, как бы перед умом, через мокротность тела, приятности бессловесных сластей. Бывает же это по попущению Божьей, чтобы человек достигал наслаждения добром не иначе, как проходя через бурю, огонь и искушение. Ибо, говорится, прошли сквозь огонь и воду и вывел нас в покой. Благодать, как я сказал, с самого того момента, как приемлем крещение, сокровенно начинает пребывать в самой глубине ума, духа, утаивая присутствие своего, от самого чувства его. Когда же начнет кто любить Бога от всего произволения сердца своего, тогда она неизреченным неким словом беседует в душе через чувство ума, часть некую благ своих сообщая ей. Вследствие этого, кто восхочет навсегда крепко удержать в себе это обретение, тот приходит к желанию отречься с великой радостью от всех настоящих благ, чтобы совсем приобреть то поле, на котором нашел он сокрытым сокровище жизни. Ибо, когда кто отречется от всего житейского богатства, тогда обретает в себе то место, в котором укрылась благодать Божия. Затем, по мере преуспеяния души, божественный дар благодати обнаруживает в уме свою благостыню, благотворность. Но тогда же и бесам попущает Господь более беспокоить душу, чтобы и научить ее рассудительному развлечению добра и зла и садилась в смиреннейшую, по той причине, что, когда подвергается она таким искушениям, тогда великим покрывается стыдом от срамоты бесовских помыслов. Через крещение Святой Дух вселяется в сердце, а до узла и извергается, но этим не в конец пресекается покушение на грех. Мы по образу Божия есть умным духовным движением души. Тело же, как бы дом, есть ее. Но так как преступлениям Адамовым не только характеристические черты души осквернились, но и тело наше подпало тленью, то все святые Бог Слово воплотился и как Бог через собственное свое крещение даровал нам воду спасения в возрождение, ибо мы возрождаемся в воде действием Святого и животворящего Духа, вследствие чего тотчас ощущаемся и по душе, и по телу, если приступаем к Богу с полным расположением. При этом Дух Святой вселяется в нас, а грех или Отец греха изгоняется им, так как невозможно, что при единстве и простоте характеристических свойств души в ней сопребывали два этих лица, как думали некоторые. К тому же, когда Божественная благодать через Святое Крещение сочетывает себя в безмерной некой любви с чертами образа Божия, в залог подобия, где поместиться лесу Лукао, так как нет никакого общения света со тьмою. Итак, мы текущие путем священных подвигов веруем, что баня и пакебытия сквернообразный змея извергается из глубин ума. При всем том не дивимся, что и после Крещения опять с добрыми помыслами испытываем и худые. Ибо баня освящения хотя отъемлет скверну греха, но двойственности пожеланий наших не уничтожает, и бесом воевать против нас, и обольстительные слова говорить к нам не возбраняет, чтобы чего не сохранили мы в естественном том, находясь в состоянии, то хранили силы и Божии, восприяв оружие правды.